Всем здарова, в эфире Магистр Синий, это программа Поясни за бухло. Сошел снег, и вот мы уже здесь. Вот, только-только начала наступать кое-какая весна, мы уже начинаем жечь костры, жарить шашлыки и все такое. Короче, все, пятый сезон, чуваки, поехали. Поясни за бухло начинается с Балтики Темного. Ну, не простого темного, а как они это назвали, Браун Эль. Выпускается он в бутылках объемом 0,45 литра. Вот в таких вот интересных, с матовой раскраской, такой пурпурно-лиловой. Здесь просто эмблема Балтики, здесь эмблема... Смотрите, что касается этикетки. Мне нравится то, что по-русски написали вот эти вот простые информативные штуки, хотя бы про цвет и горечь. 22 единицы, 35, ну, как бы, кто поймет, тот поймет. Кому не надо, тому не надо. Алкоголя здесь 4,5, плотность 11. Написано, что у нас темное пиво с легкой горчинкой и богатым хлебно-карамельным послевкусием. А вот, что у нас внутри, мы сейчас будем узнавать. Поэтому... Приступим. Вот, видите, да? Не рассказал я до конца про бутылку. Потому что... Вот ты хочешь такое пиво попить? Думаешь, сейчас откручу. А вот хуй тебе, потому что... Извини, дружок. Нужна открывашка. Пробка не откручивается. Пробка срывается. Ну да, это что-то должно быть похоже на американский эль. И вот, если говорить про мои предположения... Возможно, этот напиток для любителей мохнатого шмеля. Или что-нибудь такого. Вот, давайте взглянем. Ну, кстати, выглядит интересно. Такого насыщенного бронзового оттенка. Пена средней зернистости, но она разваливается. Она уже на начальных этапах начинает разваливаться. Так, в принципе, выглядит неплохо. Никакой мутности, ничего такого. Чисто прозрачный. Ну, фильтрованный, естественно, блядь. Был бы он еще мутный. Ну, вот, что касается аромата с хлебными нотками, я бы согласился. Но тут такой, знаешь, хлеб перебродивший основательно. И аромат, вот, что меня здесь не прикалывает, он такой грязный. Он прям прокисший хлеб в перемешку с охотой. Раз уж я взялся тут сравнивать с мохнатым шмелем, ну, это не мохнатый шмель по аромату, там поинтереснее было как будто бы. На вкус это и не темная, и не эль. По вкусу эта Балтика не похожа вообще ни на что из своей линейки. Это нечто среднее и между крепким, и между темным, и между элем. Не то и не то. Горчинка конкретная. Такое, знаешь, травянистый хмель. Вот что-то между, что-то среднее. Очень долгая. Очень долгая играющая тема. И послевкусие долгая. Вот послевкусие поинтереснее, но это если ты такой прям ценитель, не ценитель, но человек, который может уловить этот момент. Да, карамели там чуть-чуть есть. Да, они написали. Да, у нас там, ёпта, блядь. Хлебно-карамельное послевкусие. Я бы сказал, оно как хмелевая горечь, плюс чуть-чуть трав, и карамель где-то там в конце. Ну, необычно, но что-то прям, не знаю. Не очень меня впечатляет. Давайте вкратце. Оно питкое, пить можно. Не очень жесткое, да. Примерно понятно, что хотел сказать производитель. Намек на что был вот здесь. Типа на американский L. Если сравнивать с мохнатым шмелем, шмель поинтереснее. Это так, вот запятую здесь поставьте, или точку с запятой между предложениями, чтобы было понятно, что я это все не в одну кучу это самое свалил. Свалил. Странно, но попробовать можно. Может быть, кому-то и придется по вкусу. Может, где-то даже разливное напомнит. Красное, красное разливное. Сейчас я вам рассказал свои ощущения, потому что четкой и целостной картины насчет этого напитка у меня в голове сейчас нету. Ну, честно сказать, мне оно не очень зашло, я его не особо понял. Но, кому оно может понравиться? Любителям Эля, любителям необычного темного пива, такого, и викингам, ёпта. Вот и живите с этим. Покупать или не покупать, решать вам, но попробовать, посмотреть можно. В принципе, может быть, вы лучше вникнете. А я хуй знаю, что там. Не мой профиль. Такой вот обзор. А, по баллам, по баллам, чё ему поставить. Но я его не понял, поэтому 4 балла поставлю. Ну, так, средний. Ну, если пытаться объективизировать это всё. 4 балла из 10. Всё. В эфире был Магистр Синий. Программа «Поясни за бухло». Всем удачи, всем пока. Подписывайся на канал, делись мнениями и не злоупотребляй. Понял, да, блядь, сука? Удачи!